Друзья, привет! Это опять я и мой телефон. Сижу на фоне прекрасной картины, моей самой любимой картины. Это Шишкин. Сосновый бор, что ли? Копия. Точная копия. Это рисовал мой дед. Это моя любимая картина, и он мне ее подарил в 1994 году, на день рождения. Дедушка с бабушкой. Дед у меня рисовал такие картины, и их было сотни. Очень много. Он делал офигенные копии и просто рисовал красоту. Так, рассказываю про Бэттрип, который у меня был в пятый раз. Он был опять-таки уникальный. Каждый раз, каждый Бэттрип он уникален. Вот. Я где-то 20 граммулек за Хавелл сделал сому. Видосы я отдельно буду снимать, выкладывать. И сюда влеплю, наверное, тоже, да? Сома, это, повторяюсь еще раз, это какой-то напиток. Я использую кисломолочный. И там мед, и мухомор. И все. Сбалтываешь каким-нибудь там этим... Сбалтывал какой-нибудь там, да? Шейкером. Ну, какие они называются? Шейкеры, да? Вот. И ты этого делал. Сбалтываешь. Я сейчас делаю этот. Сома. Сома, это у меня... Я катык использовал. А катык, это молочный продукт. Я не знаю, какой казахстанский или еще какой-то. Башкирский. Не знаю. То есть, какой-то там каких-то народов, да? Но мне нравится катык. Он мне нравится... Ну, больше люблю кефир. Кто-то ряженку использует. То есть, использую вот такую смесь. Мухомор запаренный. Вот он запарил кипяточком. Он стоялся, отжал там немножко, да? Ситечкой или еще как-то. Мед. У меня здесь 0,7, наверное, бутылочка, да? Даже меньше. Там где-то полкружки грамм десят, наверное. Это мухомор запаренный. И остальное, это вот катык вот этот. И меда две ложки столовых. Получается сладкая молочная смесь. Но вкус мухомора все равно есть немножко. Он мне никогда не нравился, этот вкус мухомора, да? Вообще, как бы вкус грибов, сырых и так далее не очень. Но я люблю это... То, что получается. Вот. Так что я сейчас делаю сому. Сому напиток богов. Боги пьют сому. Вот. Я 20 грамм за хреначом. Можно было, конечно, 25 наверняка. Но 20 меня тоже расхлестает, расхлестает. Поэтому это мой пятый трип. Я это сделал утром. В 10 часов утра начал. И... Просыпался периодически. А, этап. Этап, когда спать хочешь. Только ты засыпаешь, и у тебя вот этот раз ты просыпаешься, а ты уже другой. Именно вот в момент засыпания, просыпания, меняется состояние вот эти вот... Ну, у меня, по крайней мере, так заметил. Сейчас кимарну немножечко в течение начала, да. Короче, начинается тотальный вот этот нужный трип, который нужен. Два часа. То есть ты идешь, погружаешься, и... Начинается это очень быстро. Через 5 минут и уже все, пошло. После третьего, четвертого трипа у меня подключился голос. Он был как бы немножко отдельно. И он был намного выше ума и выше даже визуализации. Четвертого трипа я как бы с ним слился. Сейчас он опять становится таким более проявленным. Потому что он у меня все время есть этот голос, да. А сейчас он еще более проявленный становится. Мухаммур действует очень быстро, молотый, перемешанный. А у меня он был растворенный в кипятке, запаренный. Вот, он действует очень быстро. Четвертый, блин, за несколько минут начинает действовать. И через 2 часа начался у меня конкретный уже трип. Я спал. В этот момент ты спишь. Тебе так хочется спать. Тебе прям вот ломает в сон. И вот эти вот переходы, ты просыпаешься и ты уже все другой. И там уже не ты. Вот. И когда ты проснулся, ты уже не тот. Ты прям ощущаешь, что ты уже не тот. Того тебя уже нет. Вот. Тело уже отделилось. Оно уже легко так отделяется, легко. Ты ее уже полностью управляешь. Я уже могу включить телефон, записать видос. То есть, все уже управляется. У меня все это уже управляется с третьего трипа. То есть, полное управление. Я могу во время трипа, во время общения с божеством, все делать. Все функции. Абсолютно. По сути, я даже мог бы прекратить общение с ним. То есть, прекратить мог бы. Но в этот момент тебе не хочется прекращать общение. Только когда вот ты такой, ну что делать-то? Он говорит, ну что, спать ложись давай. Когда тело устает, кстати. Устает тело. Как-то вот, знаешь, энергетически оно выматывается. Когда происходит вот эти погружения. То есть, такое ощущение, что очень большая затрата энергии. И поэтому ты все время спишь, отдыхаешь. Переходы вот эти, да. И через 2-3-4 часа трипа тебе прям вообще, прям конкретно ломает уже. Тело ломает. Не тебя. Ты еще бодряк. Но ты и тело это разные вещи. На самом деле. Вот. И когда вот у тебя произошел. Вот у меня произошел пятый трип. Я такой очнулся. И что я сделал первое? Я сразу же начал подключаться. И в видео я такой вот так вот сижу вот так вот. С котом общаюсь. То есть, кота беру вот так вот. Кот проникает. Барсик проникает. Барсик беру. Вот. И я так вот разговариваю. То есть, ага. Я, да, я здесь. Я взял. Взял. Проник. Вот так. Вот туда. Сюда. То есть, вот такой диалог. Это не важно. На самом деле, внутри что происходит? Внутри ты раздвигаешь границы. Ты прям проникаешь сквозь вот пространство. Чтобы проникнуть туда. И где идет уже настоящее общение с божеством. Ты прям раздвигаешь вот эти шоры. Ну, тогда уже не шоры. Здесь уже просто как пространство какие-то, да. Не пространство, а слои. Слои вот этой реальности. Ты их раздвигаешь. И когда ты их раздвинул, и по видео видно, когда я еще такой, что-то там раздвигаю, раздвигаю. Сам в себе такой, да. Ну, сам в себе я так сижу, так задумываюсь, типа туплю. Я не туплю. В этот момент ты просто вот прям вот лезешь. Прям прокарабкиваешься. И потом ты начинаешь говорить адекватно. Раз такой. Чик. Это уже был не я. И в этот момент тебе уже подключились. Подключение. И ты и здесь, и там. Но у меня после четвертого трипа, раньше божество я его отделял. После четвертого трипа я перестал его отделять. И я сейчас, я вижу, что я в нем. Я есть он. Он есть я. Но я четко вижу, где говорит он, и где говорю я. Но одновременно говорю и я, и говорит он. То есть у меня уже нет такого разделения, как в первом, втором, третьем и четвертом трипе. А в четвертом трипе это было только в начале. Потому что там еще идет разделение. В пятом трипе у меня уже не было разделения. Между им и тобой. Ты уже не разделяешь. Он есть ты. Ты есть он. Потому что то, что произошло в четвертом трипе, это все определило. Если кто-то не видел предыдущие, смотрите. Поэтому здесь уже у тебя, блин, это просто чистейшее подключение. Ты уже он. И одновременно он ты. И в этот момент то, что ты говоришь, это говорит он. А то, что говорит он, это говоришь ты. Ты уже не разделяешь себя. И я постоянно себя спрашиваю во всех этих трипах. В третьем, во втором. Во всех я спрашиваю. Ну, кроме первого. Первое там замутнение немножко. Ну, в этих сомнениях и так далее. То есть ты там немножко еще в шоке. Я все время тебя спрашиваю. Так. Я точно не ебнулся? Я точно не с ума схожу? И тебе так, не хера. Все охуенно. Ты не сходишь с ума. Если кто-то говорит, что ты сходишь с ума, это они сходят с ума. Ну, вернее, ты сходишь с ума. А они остаются в парадигме ума. А ты с парадигмой ума сходишь. Да, действительно. Ты точно сходишь с ума. Но у нас обычно сходить с ума, это как бы программа такая, да? Что когда ты сходишь с ума, это нехорошо. На самом деле это хорошо. Если просто логически взять и разобрать. Сход с ума, это твой ум сходит с парадигмом ума. То есть он сходит с ума. И ум тобой больше не управляет. И это охеренно. А когда ты не сумасшедший, то тобой управляет ум. Ты очень умный. Ты знаешь таблицу умножения. Ты знаешь теорему Пифагора. Еще какую-нибудь хрень. Ты умный, но дурак. Понимаешь? Но дурак не потому, что ты умный. А потому, что ты неразумный. Поэтому надо быть не умным, а разумным. Раз умом. Разумным. Ты должен быть осознанным. Осознанным. Я люблю это слово. Осознанность. Пробуждение я еще больше люблю. Просветление я вообще от него тащусь. Вот. И когда я подключился, опять-таки, когда ты уже подключен, тебе уже просто интересные вопросы. Потому что какие-то моменты уже закончились. То есть моменты подключения к чему-то, еще что-то. какие-то там как у людей там бэт-трипы, еще что-то. Это уже неинтересно. То есть у тебя чисто идет познание. Ты начинаешь просто познавать этот мир с помощью вопросов, ответов. И тебе могут показать. Дать ответы. Как было у меня в четвертом трипе. И днем было 12, то есть 10 начал, 12 начался трип, и я просто кайфовал. Я получил ответы на некоторые вопросы. Все будет вставлено в видосах. Здесь в видосе будет вставлено что я там говорил. Местами. Все нельзя. Не хочу. И нельзя. Потому что всем нужно слышать то, что им нужно слышать. Вот. И я во время этого трипа я люблю гулять. Очень люблю гулять. И я пошел погулять. Пошел купить. Че пошел купить? Я че-то пошел купить. Не знаю. Короче, че-то покупать пошел в магазин. А, аджику пошел покупать. Точно. Аджику. Зачем я аджику пошел покупать? А, да. Ну, короче, я хотел прогуляться и в магазин заглянуть и спрадощиться по глазу и просто. И повод был аджика. И че-то я еще покупал. Молока, что ли, или че. Че-то покупал, короче. Кроме аджики. Или просто аджика. Это был повод. Потом, второй раз я еще наведался, на кофе позвал. Она, оказывается, кофе не пьет. По домухоморам это очень интересно делается. Это делается настолько весело. Не как пьяный. Пьяный, ты вообще неадекватный. У меня уже полностью управление телом. Абсолютное управление телом. Абсолютное. Тебя уже не заносит. Тебя уже не колышет, потому что я им управляю. В самом начале тебя немножко качает, только потому, что твое тело не успевает за разумом. В этот раз у меня уже все. Полный контроль. Как во второй и в третий. Ой, не во второй. Как в третий, четвертый и в пятый раз. Полный контроль. За своим телом. И соседка в магазине меня отшила. Я ее на кофе позвал. А, я хотел кофе купить. Да. Но это был еще и повод. Ну, так мне захотелось просто поразвлекаться. Пошел, поразвлекался. и потом я реально захотел кофе купить. И пошел в соседний магазин на автобус сел, доехал. И в соседний магазин у нас в поселке, да, там оказалось, я хотел молотое, ой, не молотое, я хотел зернового вкусного кофе, потому что у меня зерновое невкусное, мне не нравится оно. Все, которое там брат покупал, все невкусное. и я захотел вкусного кофе, а оказывается у нас на поселке нету зернового кофе, где не продается. Но есть, я там увидел кофе, которое по вкусу как зерновое офигенное, молотое, но оно растворимое, очень вкусное. Вот, и я его взял и пошел домой. И самое, что интересное, что там дома, что по дороге у меня везде был диалог, и ты уже можешь идти, не открывая рта, у тебя диалог уже внутри идет. Вот. И он не такой, что как вот два человека разговаривают, а диалог идет уже внутри тебя, потому что ты уже слился в четвертом трипе с ним, с божеством. Тебе уже не надо делать усилий, разделять отдельно как-то, понимаешь? Да, ты можешь, я это обычно делаю так, чтобы... Нет, я все равно делаю по привычке, да? Ты можешь и молча это делать, потому что в автобусе, когда я ехал, да, диалог все равно продолжается. Просто молчишь, и внутри диалог. Как у сумасшедших, да? Вот. А когда я дома, я на камеру это снимаю, и у меня идет диалог как будто с камерой. Но самое интересное, когда камеру в сторону отставляешь, в другую сторону, а ты продолжаешь рассказывать, говорить с тем местом, в котором раньше камера стояла. Но ты видишь, что там камера стоит, ты все равно суда разговариваешь. То есть, как будто с тобой напротив кто-то сидит. и там много всего было интересного. Что-то есть, я просто уже не буду рассказывать, а буду вставлять видосики разные, да? Где смогу, то вставлю. Все, помогаем. Ебаный рот. Мы играем. Блядь, знаешь, как он напугался? Блядь, вот игра, ёбаный рот. Игра, игра, игра. А сколько вселенных ёбаный пиздец? Давайте разбираться потихонечку. И самое, что интересное, это каждый опыт он становится уникальным и каждый раз ты становишься прокачанней, прокачанней, прокачанней. Все больше и больше прокачиваешься. Вот, в следующий раз я что хочу сделать? Я сделаю список вопросов. Если у вас есть какие-то вопросы, вопросы, да, рекомендую в комментариях позадавать вопросы. Не задавайте дурацкие вопросы. Дурацкие вопросы это что? Это про всякую хрень. Типа инопланетяне, еще что-то. то есть все, что нужно уму. На самом деле мне это вообще по барабану, мне это не интересно. Мне интересно о пространствах, о вселенной, о Боге, о любви, еще о чем-то. Если есть такие вопросы, еще что-то, задавайте. Что смогу, то отвечу. Это будет шестой или седьмой три. Ну, что-то типа из этого. Вот. И может быть совместно на что-то поотвечаем, потому что я вижу, что я не знаю уже в некоторые моменты о чем спрашивать. Я, конечно, могу просто побыть там и побыть в состоянии с Богом. Но можно это сделать немножко попродуктивней. Но да, почему его нет? Вот. Потому что структуру божественную я как бы уже увидел, но я ее не подробно не рассматривал. Может быть, есть смысл рассмотреть ее поподробней. Может быть, где край вселенной нашим, где еще что-то. Ну, так вот, такой момент. И самое, что интересно, я вижу, что тебе отвечают только то, что ты способен переварить в данный момент. Если в данный момент ты не способен это переварить, тебе это будет отвечено или даже у меня было такое, что это сюрприз. Это сюрприз. Это тебе не надо еще знать. Или тебе как-то по-другому это отвечает. Или отвечают тебе, допустим, тебе нужно сделать то-то то-то. Оказывается, ты к этому идешь, оказывается, что это было сделано только для того, ты этого еще до конца не сделал, чтобы перейти на следующий этап, но в другом направлении. То есть, ты это еще даже доделать не успел. Они говорят, хорош, заканчивай, давай следующий иди. А ты даже не закончил этого. То есть, тебе дают именно только ту задачу, которую ты сможешь выполнить. Поэтому все вопросы, которые могут быть компрометирующие, ну, может быть, не компрометирующие, а которые тебе не положено в этот период знать, которые не положено знать людям, которые не стоит знать людям, или которые не знают знать мне, мне. Эти вопросы не возникают. или они будут отвечены как-то иносказательно. То есть, это не ложь. Это будет сказано именно так, как в твоей ступеньке, твоей лесенке в данный момент. Можешь ты это понять, или тебе можно это рассказать. Только тогда ты на следующую лесенку перейдешь. то есть, тебе дают только то, что ты можешь переварить. Не больше, не меньше. Вот. И в этот раз я уже мог позвонить нескольким людям. Я позвонил. И я говорил не через себя. Круто. Это был и ты, но это был не ты. Вот это круто. Ты есть он, он есть ты. Но говорил не он. Потому что он старше. Он старше. И он ты. И ты он. Но он все равно старше. Он мудрее, круче. Больше все. И он тебя создал. Он поделился своей любовью. и щенок. По сравнению с ним. Которого он любит. Как себя. Он не отделяет тебя. Он тебя не отделяет от себя. Это мы только отделяем их от себя. Когда ты познаешь эту любовь, ты перестаешь отделять их от себя. Потому что они это ты. А ты это они. И нету разницы. Разница только в том, что у тебя еще на глазах говно. Размазано. ну в какой-то степени. Может быть не конкретно. То есть ты пока еще не доходишь до того уровня, что понять, что все едино абсолютно. И смотришь вот эту картину. Вот картина. Это тоже ты. ты. И вот эти салфетки сзади это тоже ты. И вот это тело это тоже ты. И Бог это тоже ты. Все это ты. Это все из единой частички с которой с нами поделились с нами поделился Бог Вселенной. С ним поделился Творец. Так вот. И все. Не знаю что сказать. пополню еще вставочками видосы. Так что все это увидите. В середине в конце везде будет. И друзья кто может кто может ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. Это продвигает канал. Это помогает развивать канал. и ваши восхитительные помощь финансовая она тоже помогает развивать канал. Потому что я не отвлекаюсь на другие какие-то мелочи. Просто часы уходят на обработку видосов иногда. Поэтому кто может помогайте. Кому 10 рублей не жалко 10 рублечков 100 рублечков неважно. Вот. И я буду снимать видосы буду треповать будем развивать эту тему будем пробуждаться вместе. И я буду рассказывать нюансы задавайте вопросы ВКонтакте подключайтесь ВКонтакте какой-то вот у меня ВКонтакте группа также практика жизни Евгений Ушаков практика жизни туда подключайтесь и именно вот в эту группу подписывайтесь подключайтесь туда и там у меня диалог со всеми с кем я общаюсь мне туда пока что удобнее пока что там не знаю где в другом месте будет и если надо будет я там отдельный чат создам для постоянных как говорится то есть кто сможет там все время сидеть ну то есть не все время а кто вместе конгломератом если это интересно а пока что это как личка то есть я лично общаюсь с каждым поэтому я на связи помогайте себе помогайте мне помогайте всем и помните что мы есть все частички нашего творца не важно какое божество тебя создало но частичка творца едина и мы по сути едины и когда ты понимаешь что все едино для тебя перестает быть мир чужим он не чужой все пока и как лоджи